Падение Константинополя 29 мая 1453 года ознаменовало конец Византийской империи и стало поворотным моментом в мировой истории. Византийская империя находилась в упадке на протяжении многих веков, ослабленная внутренними конфликтами, внешними вторжениями и потерей территорий. К 15 веку она сократилась до размеров города Константинополя и нескольких периферийных земель. Город многократно подвергался осадам на протяжении веков, но ни одна из них не представляла такой угрозы, как та, которую организовал молодой султан Мехмед II из Османской империи. Мехмед, которому было всего 21 год, взошел на трон в 1451 году. Его амбиции захватить Константинополь были продиктованы как религиозным рвением, так и стратегической важностью города как связующего звена между Европой и Азией. Подготовка к осаде. В течение нескольких лет султан Мехмед готовился к осаде, собирая ресурсы и разрабатывая планы. Османские силы значительно превосходили числом византийских защитников, их численность оценивалась от 80 до 100 тысяч человек, в то время как у византийцев было около 7 тысяч человек, включая несколько сотен иностранных наемников. Во главе византийской обороны стоял император Константин XI Палеолог, последний византийский император, взошедший на трон в 1449 году. Мехмед построил массивную крепость Румеля-Хиссары на европейской стороне пролива Босфор в 1452 году, перекрыв путь помощи Константинополю с Черного моря. Также он собрал мощный артиллерийский арсенал, включавший гигантскую пушку, разработанную венгерским инженером Урбаном. Эта пушка, способная стрелять огромными каменными идрами весом более полутонны, стала одним из символов осады. Роль религии Оборона Константинополя имела сильную религиозную составляющую, так как город считался духовным и культурным центром восточного православного христианства. Папа римский Николай V, глава католической церкви, призвал к крестовому походу для помощи византийцам. Однако из-за политических и религиозных разногласий между западными латининами и восточными православными, а также из-за внутренних конфликтов европейских держав, помощь Запада была минимальной. Лишь несколько кораблей и солдат прибыли из Генуи и Венеции, которые имели экономические интересы в регионе. Кардинал Исидор Киевский, направленный Папой Николаем V, прибыл в Константинополь в конце 1452 года для мобилизации и поддержки, но разделение между православными и католиками оказалось непреодолимым. Многие православные христиане в Константинополе выступали против идеи объединения с Римской Церковью. Начало осады. Осада Константинополя началась 6 апреля 1453 года, когда османская армия окружила город. Мощные стены Константинополя, защищавшие город веками, были укреплены двойным рядом укреплений. Однако византийские защитники значительно уступали численно, а их ресурсы были ограничены. Османские войска использовали свою артиллерию, включая гигантскую пушку Урбана, для непрерывного обстрела стен. Византийские защитники во главе с императором Константином XI неустанно чинили проломы. Несмотря на непрекращающийся обстрел, стены Константинополя выдерживали атаки несколько недель. Защитники также эффективно использовали морские укрепления города. Византийцы натянули огромную цепь через устье Золотого Рога, важного водного пути на северной стороне города, чтобы не допустить османские корабли к атаке с моря. Стратегические нововведения Мехмеда. Понимая сложность штурма Константинополя с суши, Султан Мехмед применил инновационные стратегии для получения преимущества. 22 апреля османы осуществили дерзкий план по транспортировке своего флота по суше. Они перетащили свои корабли через холмы на север от города и спустили их на воды Золотого Рога, обойдя цепь и подведя флот непосредственно к северным стенам города. Эта маневра ошеломил защитников и заставил их перебросить войска к Золотому Рогу, ослабив оборону на других участках. Османы теперь могли атаковать город как с суши, так и с моря, ставя византийцев в еще более отчаянное положение. Финальный штурм. После недели обстрелов султан Мехмед начал готовиться к финальному штурму. 26 мая 1453 года он направил императору Константину предложение сдаться. Мехмед обещал сохранить жизнь и имущество горожан, если город сдастся мирно. Однако император Константин отказался, заявив, что будет сражаться до конца. Ночью 28 мая султан Мехмед приказал своим войскам готовиться к решающему штурму. Атака началась рано утром 29 мая. Волны османских солдат бросались на городские стены, и вначале они были оттеснены решительными византийскими защитниками. Однако решающий момент наступил, когда османы обнаружили небольшие незащищенные ворота, известные как Киркопорта, которые случайно остались открытыми. Через эти ворота османские солдаты проникли в город, и вскоре оборона Константинополя рухнула. Падение Константинополя. К полудню 29 мая 1453 года Константинополь пал. Предполагается, что император Константин XI погиб в бою, хотя его точная судьба остается неизвестной. Его смерть ознаменовала конец Византийской империи, которая существовала более тысячи лет с момента основания Константинополя императором Константином I в 330 году. Султан Мехмед II вошел в город позже в тот же день и объявил себя его завоевателем. Он приказал превратить Святую Софию, величайший храм, который был символом восточного православия почти тысячу лет, в мечеть. Захват Константинополя укрепил репутацию Мехмеда как великого полководца и принес ему титул «завоеватель». Последствия и наследие Падение Константинополя имело глубокие последствия как для христианского, так и для мусульманского мира. Для мусульманского мира это была триумфальная победа, закрепившая османский контроль над Восточным Средиземноморьем и установившая османов как доминирующую силу в регионе. Мехмед II сделал Константинополь столицей своей империи, и он оставался таковой на протяжении многих веков под именем Стамбул. Для христианской Европы падение Константинополя стало страшным ударом. Оно символизировало конец Византийской империи, которая веками служила барьером против мусульманской экспансии в Европу. Потеря города также нарушила торговые пути между Европой и Азией, что побудило европейские державы искать новые пути к Востоку. Этот поиск новых маршрутов сыграл важную роль в эпохе Великих географических открытий, когда такие исследователи, как Христофор Колумб и Васко Дагама, искали пути в Индию и Америку. Падение Константинополя также оказало значительное влияние на эпоху Возрождения. Многие ученые и художники Византийской империи бежали в Италию, привезя с собой знания и рукописи, которые сохранялись в Константинополе на протяжении веков. Этот приток знаний способствовал возрождению классического наследия, которое уже зарождалось в Западной Европе. Религиозное воздействие, падение Константинополя также углубило раскол между римско-католической и восточно-православной церквями. Потеря города многими в православном мире рассматривалась как наказание за неудачную попытку объединения с римской церковью. Это укрепило отторжение православных христиан от католицизма, что еще больше усложнило любые попытки объединения церквей. Падение Константинополя стало важным событием не только для Византии, но и для всего христианского мира. Западные европейские державы, такие как Венеция и Генуа, осознали угрозу со стороны Османской империи, которая вскоре начала расширять свое влияние на Балканах и в Восточной Европе. Константинополь в современной истории. Город Константинополь, переименованный в Стамбул, стал столицей Османской империи и сохранял свое значение как важной культурной, экономический и политический центр вплоть до распада империи в начале 20 века. Падение города в 1453 году не только ознаменовало конец Средневековья, но и положило начало новой эпохи, в которой Османская империя играла ведущую роль в делах Европы и Азии. Наследие падения Константинополя продолжает оставаться предметом пристального интереса историков и исследователей. Оно символизирует как конец древней цивилизации, так и начало нового мирового порядка. Несмотря на то, что Византийская империя значительно ослабела к моменту своего падения, ее культурное и духовное наследие сохраняется до сих пор, особенно через влияние православной церкви и возрождение классического искусства и философии в Западной Европе. Падение Константинополя стало не просто сменой власти. Оно символизирует завершение целой эпохи и открытие новых путей, как в физическом, так и в интеллектуальном смысле, которые определили развитие современного мира. Продолжение следует...